Есть ли будущее у российской оппозиции после поражения на выборах? Я думаю, нет. Не знаю, у нас Путин был, будет. Мне кажется, кроме него никто. Если бы, конечно, хотя бы выборы проводили, Шайгу участвовал бы, то, мне кажется, большинство за Шайгу бы проголосовало. Мне кажется, оппозиция в этот период, до следующих выборов, по-моему, в тени. Ну, каким-то образом она будет существовать, так или иначе. Насколько эффективно, это, наверное, зависит от них, в том числе от граждан. Ну, объединиться не могут. Ну, не знаю, наверное, какие-то другие, наверное, можно принимать меры или решения. Не знаю, там, какая-нибудь теория малых дел, я не знаю, такое что-нибудь, понимаете. Вот, то есть каждый на своем участке что-то делает по мере сил и возможностей. Я думаю, что мало шансов. Конечно, мало. Мне кажется, мало. Не, ну, если Навальный не будет столь категоричен в отношении Собчак, я думаю, что-то будет. Только объединение поможет победить. Иначе, чтобы Явлинский, там, Собчак, вот эти вот люди хорошие, они могут что-то сдвинуть, а так нет. Ее и не было никогда в этой оппозиции. Пусть они сформируются и в своих головах разберутся. Это не оппозиция. Такой бы оппозиция, я купил бы билет в один конец, и все. Не надо Россию хаять. Жить здесь, свое здесь кушать и хаять ее. Это не оппозиция. Да нету никакого перспективы. Должна быть общая программа. А не каждый дует в свою трубу. Я не сильна в политике, но я думаю, если каждая оппозиция будет делать что-то во благо общества, во благо народа и будет предпринимать и создавать какие-то новые реформы, то, возможно, будет продвижение и улучшение. Разве это были оппозиционеры остальные? Собчак, Грудинин, Титов. Разве это оппозиционеры? У них есть будущее. Они должны отстаивать нашу политику, нашего государства. То, что нам важно, борьбу с бедностью, борьбу с коррупцией, самое главное, чтобы были суды у нас не коррупционные. Ну, то, что все, что они ставили в своей программе, это все достойно.